здравствуйте мои дорогие подписчики и те кто видит меня впервые это анапа сегодня 25 апреля 2019 года и я сегодня готовлю борщ со щавелем марусь проверь пожалуйста меня видно хорошо этому вещаюсь все тогда мы начинаем для этого у нас есть картошка морковка лук зеленый лук и щавель щавель я сегодня купил на рынке привоз я не только готовлю я еще и что-то там рассказываю и вообще конечно доченька иди и вообще конечно вся эта готовка пищи для меня всегда сплошной праздник вот рассказать я хочу о том что я вообще из семьи такой поварской да моя родная сестра татьяна она всю жизнь проработала в столовой слышите маша играет так вот она всю жизнь проработал 2 столовая что собственно я стою мне уже надо резать картошку проработала столовой и ушла на пенсию тоже с должности повара вот причем у нее квалификация шеф-повара работала она просто в детском садике кормила наших детишек вот а отец у меня был заведующим полковой столовой поэтому я толк в еде всегда знал отец всегда занимался ну для него очень такое важное значение имела режим ну потому что он в армии служил вот был прапорщиком поэтому для него важен был режим когда пища принимается во сколько вот и второе это для него было важно сервировка стола он этому тоже придавал очень такое серьезное значение потому что всегда конечно стол должен быть правильно сервирован на нем должно быть красиво разложены тарелки вилки ложки салфетки обязательно должны быть вот поэтому с детства меня вот это уже как-то было все для меня естественно вот это вот культура питание она всегда была со мной я считал что в это обязательное условие во всех семьях и у нас всегда было три блюда то есть вот и отец за этим следил и сестра тоже она всегда готовила когда жила с нами а потом мама тоже также готовила то есть всегда была первое второе и третье еще салаты вот поэтому для меня это тоже было естественно и уже когда я работал в милиции я конечно же приходил обед только домой я никогда не ходил в какие-то там городские столовые что-то картошки много получается ну ладно вот и однажды я пригласил своего друга сослуживца ну даже не в милиции это я уже работал а в системе УФСИН вот и пригласил своего сослуживца Баира и когда сестра накрыла она приходила когда в гости к маме всегда тоже готовила мама уже такая старенькая была вот и Баир когда увидел что нам подают на обед первое второе третье он говорит Саша да это же просто царский обед еще и салат был а Ватсона любишь? Ватсона? А Ватсон и Терлак готовили? Кто им вообще готовил еду? Моя финиха не ели а? Моя финиха не ели как не ели? значит писатель в этот момент упустил вот кстати интересный момент многие писатели они которые сами любят поесть у них и герои тоже всегда едят да вот у меня вдруг у меня же друзья тоже писатели и вот даже Сандра Гайлов в часе когда он писал свои рассказы у него в каждом... а Саша очень любил поесть и в каждом рассказе у него герой ест причем ест много много и ничего не пропускает то есть он завтракает потом обедает потом между обедом и ужином он там где-то что-то перекусывает потом ужинает во всех рассказах у него герои кушали вот а Женя Анихимов у него герои никогда не кушали и я ему всегда говорю а как вот у тебя герой такой энергичный у него все происходит действие на необитаемом острове вот и говорю и он вот ни водички не попил ни покушал как? как? поэтому вот писатель всегда должен эм... эм... не знаю да вот этот холм какой-то слишком наверно так тем временем мы режем лук и вот только все дужат вот и все так лук режем лук можно резать кольцами и полукольцами и... чем еще режет лук это в общем-то будет аааа Опять этот холм, чтобы тебе чуть-чуть надо помочь. Машуля, у нас тематический сегодня ролик посвящен еде. Если у тебя есть что сказать про еду, то, пожалуйста, поддержи. А если нет, мне тут про убийство не надо и расследование всякие там детективы. Оха. У меня тут еда. Так вот, я продолжаю свой рассказ. А вы же это перебивать меня. Да. У отца, конечно, были, когда он служил в этой войсковой части, у него были друзья. У него был повар, немец по национальности и фамилия у него Люцингер. Вот. А еще у него был, ну, конечно, в подчинении у него там были повара, там и прочее, там, хлеборезы и всякие. Так вот, у него был такой вот в подчинении повар по фамилии Щукин. Вот. Я тогда был еще дошкольник, вот. Мне, то есть, было где-то 5-6 лет. И вот отец, отец, взял из части этого Щукина. А дом у нас был большой, деревянный. До этого там жил какой-то генерал. Даже, не знаю, говорили, что это то ли дача была генерала, то ли что. И вот этот солдат Щукин. У него была миссия не только за домом следить, за нашим. А там надо было печки допить, у нас была система отопления индивидуальная. Вот. У нас был флигель, у нас были кролики, у нас были птицы какие-то, я сейчас не помню. Собаки были. Вот. За этим хозяйством надо было ухаживать. То есть, у нас был сад большой, вот, мама у меня работала, вот, Юра уже служил, Таня работала в столовой. Ну, а я был как бы без присмотра. Без присмотра в садик я принципиально не ходил. У нас всегда в семье как-то такое ведется домашнее воспитание. Вот у нас и Маша тоже в садик не ходила. Вот. И вот этот Щукин следил за мной. Он должен был накормить меня. Ну, повар, конечно. Морковку я уже чистил. Так вот сейчас вот при хорошем освещении нюансы убираю. Итак, Щукин должен был не только там присматривать за домом, но и в первую очередь следить за мной. Вот. Он должен был меня накормить, уложить спать, организовать мой досуг, гулять со мной. Вот. А солдат он был очень веселый. Он откуда-то был с Урала. И он песни пел. И когда у нас были какие-то домашние семейные праздники, кстати, терка фирмы Цептор. Так вот, когда были какие-то праздники, Щукин вместе с мамой они пели песни. Ты лети от Волги до Урала, песня соловьиная моя. Проживи сто лет, облети весь свет, но вернись в родимые края. Вот, кстати, вот песня. Вот почему я, наверное, в Читу-то уехал. А вот песней такое заложено было в воспитании, что где бы ты ни жил, но ты должен вернуться в родимые края. Поклониться родным могилам. Встретить родственников, друзей. Побывать в каких-то любимых местах. Вот, а еще он пел такую песню. Ах, когда умрешь ты, милый мой дедочек, Ах, когда умрешь ты, седый голубочек, Восереду бабка, А голос у него именно такой был, высокий. Восереду любка, Восереду ты моя, Сидая голубка, Восереду... Помогай. Восереду бабка, Восереду любка, Восереду ты моя, Сидая голубка. Как это звучит? Вот, ну там песня длинная. Там такие были слова. Где достать мне денег, Милый мой дедочек, Где достать мне денег, Сидая голубочек, Спекулируй бабка, Спекулируй любка, Спекулируй ты моя, Сидая голубка. Что такое спекулянт? Спекулянт? Спекулировать, это, Маша, Покупать в одном месте какие-то товары, Вот, А продавать их дороже в другом месте. Чем же спекулировать? Ну да, мой, мой, который всегда... Долго. А то я и не хочу. Чем же спекулировать, Милый мой дедочек, Чем же спекулировать, Сидая голубочек, Самогоном бабка, Самогоном любка, Самогоном ты моя, Сидая голубка. За него посадят, Милый мой дедочек, За него посадят, Сидая голубочек. А дальше я не помню. Потому что раньше ничего нет. Да. Ну, вот такой веселый был солдат Щукин, Очень веселый парень. Он меня воспитывал, Я пел песни вместе с ним. Он за мной ухаживал, Стирал на меня. Сочек. Он вообще такой был очень хозяйственный. Ну, здоровый такой, Прямо такой, Лицо у него было красное, Красное такое было лицо. А он был тупым? Он был очень хороший, Дисциплинированный солдат. Не, он был тупым или нет? Почему он был тупым-то? Скажи, Мне всегда интересно, Тупые люди или нет? Он был очень умный. Да? Да, И он очень любил моего отца. Халшурлаку? Да. Он очень уважал и любил моего отца, Му, маму. Вообще, Нашу семью. Он был членом нашей семьи. Он был в какой-то период. Вот представь себе. У меня фамилия другая. Ха. Ну и что? Ой, Машка, У меня такой суп получится. Я что-то много слишком всего туда. И что, скоро будем написывать видео? Я иду в туалет. Хочешь морковки? Нет. Поешь ее. Не хочу. Хочешь, Орешек? Да. А я тебе все равно дам. Держи. Не надо. Не надо. Как хочешь? Не надо. Держи, или тебя вас ненавидят? Почему? Потому что я тут. Нет, они тоже тебя любят. А вот и нет. Я нагленькая. Ты вносишь в наше видео изюминку? А я сама изюм люблю. Я люблю орехи, изюм и кофе. И читать. Это называется пастирование. Что? Ну вот когда... Ты любишь читать? Переблять, ну? Так. Здравствуйте. Вот сегодня на рынке вот этот вот огромный веник. Подметаем пол. Я купил за 10 рублей. Всю зиму на Анапском рынке привоз лук у нас в такую цену. Двух всегда. Да. Наверное, поразительнее. Аксимон. Ладно, пойду. Иди. Папа, знаешь что? Ну, щавель-то явно мы весь не будем использовать. Нет. Нет, Семен любился. Ну, щавель мы, так как больше посвящен щавелем, ну, сколько мы его возьмем? Ну, вот такой, наверное, пучок. И что, воду льешь? А что? Правильно, я пойду. Отлучение легко получит. Ага. Ага. Вообще рекомендуют сушить, конечно, зелень. Но мы ее не будем сушить. Надо же хоть в чем-то нарушать какие-то запреты и рекомендации. Так, а что у нас убавить надо это? Так. Ну, сковорода обычная. А вот крышку я использую тоже от Септер. От сковороды Септер. У меня есть такая сковорода. Немножечко закроем, чтобы она там... Так. Ну, теперь лук. Вообще, это у нас суп зеленый, со щавелем. Так что лук режем. Ну, раз лук мы режем, вот это вот не будем, вот эти вот. Раз зеленый, так зеленый. Будем использовать только зеленые его части. Вот, значит, вот такой был у меня солдат Щукин. Так. Секунду одну. Ну, тут рекомендуют. Так, друзья, мне нужна ложка муки. Но я чувствую, что муку я сейчас не найду. Нет, муку я явно не найду. Не найду, не найду. Где может быть мука? Вот где она может быть, эта мука? Ведь она должна быть мука. Ура! Я нашел муку. Муку я использую для исключительно того, чтобы суп был немножечко понаваристый. Буквально, я не знаю, вот неполную ложку. Неполную ложку. Или там надо все перемешать. Вот, а сестра у меня работала в столовых. И, причем, она всегда, ну, работала на одном месте. Сначала работала в столовой минутка, а потом перешла в детский садик, номер 49, и там работала уже до пенсии. А летом она ездила в детские лагеря. Вот, их отправляли, особенно, когда она была молодой. Вот. Их отправляли в пионерский лагерь. Они там на все три сезона жили, варили, детям отдыхали. В общем, весело. Это лагерь на реке Ингаде. Павлик, имени Павлика Морозова, кстати. Вот, лагерь такой. Вот. И лагерь на озере Арахлей Юный Дзержинец. Вот. Тоже, блин, такие названия, что Павлик Морозов, ой, Павлик Морозов, что Юный Дзержинец. Это, конечно, вообще капец. Сейчас ты уже эти имена знаешь, кто они такие были. Так, ладно. Пробуем картофель. Что-то он раскипелся у меня. А воду я использую, думайте, какую? Кубанскую. Потому что мы здесь, в Анапе, пьем кубанскую воду. Вода из Кубани, реки. Ммм, ага. Именно так и надо. Кубанская вода. чайник поставим вот сам я а отец кстати у меня очень хорошо готовил несмотря на то что он всегда в части командовал процессом приготовления еды для полка вот но он дома еще когда мама была на работе когда у него хорошее настроение он сам он всегда готовил очень много он привык для солдат готовить сразу котел и дома он тоже брал сразу большую кастрюлю и сразу закладывал если кашу так кашу если макароны так макароны ну а получалось это очень много вот и мама когда приходилась работы она так открывала крышку говорит о-о-о-о-о наварил на маманьину свадьбу ну такое выражение есть я не знаю надо посмотреть откуда она берет свое начало вот но варил он всегда вкусно а особенно вкусно у него удавалось всегда скароварка то есть это картошка мясо какие-то специи, и это было просто объедение. Папа, а он был твоей нянькой? Кто? Ну, Щукин. Щукин, да, я сейчас рассказываю про папу. Ну и что? Вот, и... Нет, стой. Отец брал меня иногда на заготовки. Валерно, почему-то брал. А может и не брал. Но он брал меня на какие-то учения, я помню, в детстве брал, выезжал туда полк, разбивали полевую кухню. Уроки. Да, иди. Вот. Потом, где солдаты занимались сбором грибов, и у нас всегда грибов было дома очень много. Вот, да, прямо кадушками, грузили, прямо солили кадушками. Вот красивый портрет. Хорошо, по-моему, еще полосни. Нет, дай мне эти помидорки еще. Хорошо. Папа, это красивый портрет. Да. Он даже красивее, чем... Ну, наверное, люди думают, что же там нарисовано. А нарисован на этом портрете... Я. Я. Самодовольный. Самодовольный. Рисовал художник. Зовут его Юра. Фамилию я его не знаю. Он просто Юра, да и все подписывается. В 18-й год. Это он посещает наши посиделки субботние. Прекрасный художник. Да, прекрасный. Я его уважаю. Так, ладно. Так, ну что? Значит, картошка, лук, морковь, щавель, лук зеленый. Даже не добыл муку, как такое это... Дополнение необязательное. Скажи пароль. Ну, сделай я сейчас, наверное, введу его. А не то, я расскажу все твои секреты. Иди, сделай... Ну, сделай окошечко для пароля. Я его сейчас введу, приду. Тут без меня не заскучают. Тут без меня не заскучают. Так, это тоже может быть красиво. Я-то здесь, видишь, сделал такой натюрморт. Это кто думает, что я буду пить? Нет, я не буду пить. Ну, пока я не решил, пить или не пить. Но, по крайней мере, я не думал пить. Это просто у меня такой натюрморт. Да, натюрморт. Натюрморт. Да, можно даже... Вот так вот. Нет, это не живописно. Некрасиво. Не будем портить. Так, ладно. Сейчас мы обрабатываем зелень. Надо тщательно каждый стебелек обработать, чтобы не попал никакой мусор. А вот тут у меня вода налита, поэтому... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok